Владимир Путин по приглашению Пашиняна собирается посетить с официальным визитом Армению, да только сроки пока неизвестны. Зато известно, что в Армении российский лидер планирует встретиться не только с премьер-министром Николом Пашиняном, но и с бывшими руководителями страны Сержем Сарксяном и Робертом Кочаряном, главными противниками Пашиняна. Кочарян активно раздает интервью, в том числе и российским СМИ. Недавно вышло его телевизионное интервью на одном из федеральных каналов. Теперь появилось интервью на страницах крупного печатного издания. Вот как характеризует Кочарян нынешнюю власть в Армении. Она хаотично, не разбирается в экономике, не имеет ясной программы действий. Состав правительства электичен, нет ясных геополитических приоритетов, есть достаточно яркий лидер, но его неуемное стремление к популизму вызывает серьезное беспокойство. Мне это напоминает латиноамериканский популизм в стиле Уга Чавеса. Напомню, что недавно в день рождения Кочаряна ему позвонил Владимир Путин. Многие в этом увидели большой знак и посыл нынешнему руководству Армении, мол, незаменимых нет. Сам Кочарян в этом звонке почувствовал серьезную поддержку. Этот звонок – серьезная поддержка. Восемь лет моего президентства и президентства Владимира Путина мы сотрудничали. Отношения были абсолютно честными, результаты ошеломляющие. Мы никогда друг другу не врали, эти отношения были очень искренние, откровенные, прямые. И я, и он всегда считали, что надо о проблемах прямо говорить, решать их, договариваться. Кочарян раскритиковал и политику Пашиняна в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта. Любые переговоры лучше, чем любая война. Вопрос не в том, чтобы встать в позу и говорить лозунги, которые возбужденная толпа будет воспринимать в популистском ключе. Надо проводить ответственную политику, при которой будут мало стрелять на линии соприкосновения и при которой ты принципиально не будешь сдавать свои позиции. Речь о тонкой, дипломатической, профессиональной работе.